Киев снова ушел под водом. Повалены сотни деревьев, испорчены десятки автомобилей. Брусчатку и асфальт по всей столице в прямом смысле смыло стихией. Крещатик превратился в полноводную реку с подводным течением. Руслан Смещук продолжит. Гроза с сотнями молний, ливнем, стеной, градом и громом ударила по Киеву около трех ночи. Столица во власти стихии находилась минут 20-30. Но и этого, что называется, хватило. Ветер и дождь вырывали с корнем деревья и валили столбы. Больше всего пострадала центральная часть города. Там мгновенно забились ливневки. В результате на Крещатике затопило подземку. Досталось и автомобилям на улице Гоголевской из-за сильнейшего потока воды. Машины оказались на металлическом заборе. Один дядька поплыл свою машину спасать. Обстановка тяжелая, потому что таких мест подтоплений, которые мы сейчас наблюдаем, в Киеве несколько десятков. И они образовались моментально. Слой воды причем по полметра, по метру. Некоторые автомобили были затоплены полностью, получили гидроудар, не могут продолжать движение. Десятки автомобилистов уже на своей шкуре ощутили, что потребуется капитально чинить автомобиль. Больше ста поваленных деревьев, сорванный асфальт и брусчатка. Улицы покрыли тонны принесенной водой грязи. На ликвидацию бросили десятки машин и сотни людей. Очень много грязи убрали на тротуарах, под бордюром. Очень много было. Ливни и стоки все забиты были. Все поснимали тоже. Ну так. С восьми часов пока вот работаем без обеда. В основном сильно много. На Крещатике, на Майдане там очень много грязи. 15-20 сантиметров нам было столько, что очень много. В мэрии заявили, что гроза налетела неожиданно. Но несмотря на значительный ущерб, коммунальщики справились. Было повалено 200 деревьев, 8 столбов линий электропередач. И произошло обрушение баннера на центральном гастрономии. Пострадавших нет, но есть раздавленные машины, бетонный столб. На бульваре Верховного Совета упал на машину, напополам ее разрубили. А вот по словам ученых, киевлянам подобным потопам лучше привыкать. В последние годы грозы становятся аномально мощными. За один раз осадков выпадает в 3-4 раза больше нормы. Змены климата происходят, происходит увеличение температуры. Через это происходит увеличение выпаривания. И в атмосфере больше влоги. Единственный выход строительства эффективно системой ливневок и водоотвода. Руслан Смещук, Лариса Зубенко, Валентин Белич и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Руслан Смещук, Лариса Зубенко, Валентин Белич и Сергей Еременко.